Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – методика обучения технике и тактики игры в баскетбол. Техника игры. Техника игры, само понятие, это игровая техника, подразумевает совокупность некоторых игровых приемов и возможных способов их выполнения, которые позволяют успешно выполнять поставленные задачи спортивного противобойства. Понятием приема техники является обозначение системы движений, схожих по своей структуре и направленное решение однотиповой задачи игры. К примеру, при помощи броска можно решить задачу – забросить мяч в кольцо своего соперника. Техника игрового приема является наиболее эффективным и оправданным с позиции биомеханики использование данного игрового действия, дающего наилучший результат. Техника игры баскетбола делится на два больших раздела – техника нападения, техника защиты. Вначале мы разберем технику нападения. Техника нападения делится на две группы – техника перемещения и техника владения мячом. К технике перемещения в баскетболе относятся ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. Ходьба. Реже всего во время игры баскетболисты пользуются ходьбой. При паузах, которые возникают во время игры, в эти моменты баскетболисты перемещаются по площадке ходьбой. Специально баскетболисты в ходьбе не изучают ходьбу. Дальше у нас идет бег. Разновидности бега есть в баскетболе. Есть бег лицом вперед, есть бег спиной вперед. За одну игру баскетболист в среднем пробегает где-то около 7-8 километров. И баскетболист за одну игру 120-150 раз делает рывки. Рывки – это бег с максимальной скоростью на короткие расстояния. Бег лицом вперед используется во время игры для того, чтобы освободиться от опеки защитника и выйти на свободное место. Прыжки. В баскетболе существует два вида прыжков. Это прыжки толчком одной ноги и прыжки толчком двумя ногами. Остановки. Также в баскетболе есть два вида остановок. Это остановка двумя шагами, после двух шагов и остановка прыжком. Остановка прыжком осуществляется после толчком одной ноги, приземляется баскетболист на обе ноги. Это остановка прыжком называется. И остановка после шагов. Если, например, баскетболист после бега делает два шага, например, правой и левой ногой, то правая нога – это в данном случае считается основная нога. На этой правой ноге он должен стоять. Правой ногой нельзя сдвигать с места, потому что если баскетболист сдвинет правой ногой, это будет считаться третий шаг, а три шага делать нельзя. Это ошибка-пробежка называется. И повороты на месте. Повороты в баскетболе. Есть два вида поворота. Повороты на месте. Поворот вперед и поворот назад. Повороты используются для того, чтобы укрыться от защитника, чтобы защитник не смог выбить мяч у нападающего игрока. И вторая группа, которая относится к технике нападения – это техника владения мячом. К технике владения мячом у нас относятся ловля мяча, передача мяча, броски мяча, ведение мяча. Ловля мяча – это прием, с помощью которого игрок может уверенно овладеть мячом и предпринять с ним дальнейшие атакующие действия. Ловля мяча в баскетболе. Есть ловля двумя руками и ловля одной рукой. И они подразделяются по характеру передвижения игрока, по скорости полета и по направлению. Ловля двумя руками – это высокого мяча, называется. Если, например, дается передача выше роста баскетболиста, то он должен, сделая движение, выпрыгнуть и поймать этот высоко летящий мяч. Он может его поймать и двумя руками, и может поймать одной рукой. Это может быть и левая рука, это может быть и правая рука. Ловля мяча на уровне груди. Здесь, опять-таки, может баскетболист и двумя руками поймать мяч, и одной рукой может поймать. Опять-таки, это левая, может быть, и правая рука. Низкого мяча, ловля мяча низкого, это если, например, один игрок дает другому игроку передачу с отскоком от пол, то игрой для того, чтобы поймать этот мяч, он должен наклониться и поймать этот мяч. Опять-таки, и двумя руками может поймать мяч, и одной рукой может поймать. Качащегося мяча, это по полу, когда баскетболисты передачи дают по полу, он катится, этот мяч, тогда он тоже, баскетболист его ловит, и двумя руками ловит, и одной рукой прием мяча происходит. Передача мяча – это прием, с помощью которого игрок направляет мяч партнеру для продолжения атаки. Передача мяча в баскетболе, есть передача мяча разновидностей передач, огромное количество передач мяча. Есть передача мяча двумя руками, основное, конечно, передача в баскетболе – это передача двумя руками от груди. Есть передача двумя руками от плеча, есть передача двумя руками снизу, есть передача двумя руками сверху. Передача одной рукой есть сверху, от головы, от плеча, сбоку, снизу. Передачи и двумя руками и одной рукой тоже можно сделать с отскоком от пола. Если напротив игрока, с мячом располагается защитник высокого роста, то дается передача со отскоком от пола – это может быть и двумя руками, или одной рукой. Передача мяча дается на близкое расстояние, на среднее расстояние и на дальнее расстояние. Например, передача мяча двумя руками от груди, ее можно использовать и на близкое расстояние, и на среднее расстояние, и на далекое расстояние. Передача мяча есть, например, одной рукой от плеча Это можно и правой рукой дать передачу от плеча И левой рукой передачу можно дать Эту же передачу можно использовать против высокого игрока Она тогда будет передача со скоком от пола идти Это когда игрок направляет мяч в пол Есть, например, в баскетболе скрытая передача Есть, например, передача из-за спины Когда если по левой стороне игрок бежит, то он должен обязательно использовать передачу левой рукой дается. Если же по правой стороне, то передача из-за спины правой рукой дается. Если скрытая передача, например, из-за плеча, и также одной рукой, это и левая рука может быть, и правая рука может быть. Бросок мяча в корзину. Бросок мяча в корзину – это технический прием, который является завершающей стадией атаки, который определяет в итоге результат игры. Бросок мяча в корзину тоже разнообразные приемы есть. Например, бросок мяча есть с места от груди двумя руками, с места от груди одной рукой. Если бросок мяча после ведения мяча, если, например, по правой стороне площадки баскетболист ведет мяч правой рукой, то после двух шагов, шаги должны быть правой-левой, и правой рукой от плеча мяч бросается в кольцо. Передача мяча есть с места, бросок мяча есть с места, бросок мяча есть в движении. Бросок мяча в прыжке есть с дальнего расстояния, бросок мяча есть двумя руками от головы. Есть бросок мяча, называется крюком. Крюком бросок используется, больше всего использует это центровой игрок против своего высокого защитника. И следующее у нас, я таблицу показываю, броски в корзину. Это вот двумя руками, одной рукой, двумя руками сверху от груди, снизу, сверху вниз, добивание. Броски одной рукой сверху от плеча, снизу, сверху и добивание мяча. Добивание мяча надо выпрыгнуть толчком одной ноги и на самой высокой точке стараться добить мяч одной рукой. Это самая выгодная позиция. Броски есть, например, по расстоянию. Есть броски, например, с дальней дистанции, это трехочковые броски. Есть со средней дистанции, когда два очка. Есть ближняя дистанция, это когда под кольцом броски производят баскетболисты. У нас ведение мяча есть. Ведение мяча – это тоже у нас технический прием, который относится к технике нападения. Ведение мяча – это единственный прием, который дает возможность игроку двигаться с мячом по площадке с любым диапазоном скоростей и в любом направлении. Ведение мяча есть с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем и без зрительного контроля. Например, если игрок ведет мяч по правой рукой, по правой стороне площадки, и если около него рядом находится защитник, то тогда в ведении будет использоваться низкое ведение. Низкое ведение – это означает, что баскетболист должен быть на полусогнутых ногах, выше колена мяч не должен подниматься. И если мяч ведется правой рукой, то левым плечом левой рукой надо накрыть этот мяч, чтобы защитник не смог отобрать мяч. И при ведении мяча голова должна быть обязательно поднята. Надо видеть своего игрока, защитника, и видеть надоплощадку всех игроков на площадке. Ведение мяча используется для оводки соперника. Есть ведение мяча с изменением высоты отскока, есть ведение мяча с изменением направления. Есть, например, игру. Ведет мяч правой рукой по правой половине площадки, затем мяч с правой руки переводит на левую руку, то здесь происходит изменение направления ведения мяча. Есть, например, ведение мяча с изменением скорости. Например, после забитого мяча, когда нападающий начинает атаку, он может вести мяч с высоким отскоком. Если далеко находится, между нападающим и защитником находится очень далеко, тогда он ведет мяч с высоким отскоком, и он может даже шагом передвигаться. Или, например, со средней скоростью. Но если к нему защитник подходит, для того, чтобы обыграть этого защитника, нападающий игрок с мячом, он должен обязательно двигаться со скоростью. И есть обводка соперника, это значит, чтобы обыграть нападающий, чтобы нападающий обыграл защитника, он должен применить обманы движения с мячом. Это, например, есть перевод мяча с руки на руку, есть перевод мяча за спиной, есть перевод мяча между ногами, и еще, чтобы обыграть защитника, можно использовать повороты с мячом. Например, есть поворот, когда игрок ведет мяч, например, правой рукой, он на левой ноге делает поворот, и после поворота происходит смена рук. И есть второй поворот, это когда поворот делает игрок вокруг себя, но здесь смена рук не происходит. Это у нас все было, это техника нападения была. Теперь у нас техника защиты. Приемы техники игры в защите, она направлена на противодействие нападающей команде, основная цель игры в защите – это прервать атаку соперника и овладеть мячом до его броска в корзину. Защитник должен постоянно стремиться занять необходимую позицию для предотвращения выхода нападающего к щиту или на выгодное для развития атаки место. Не менее значимо также умение игрока препятствовать передачам и ловле мяча, ведению и броскам мяча. Техника защиты также делится на две группы. Это техника перемещения и техника овладения мячом и противодействия. К технике передвижения защиты относится ходьба, стойка, ходьба, бег, остановки, прыжки, повороты. К технике овладения мячом противодействия относятся выбивание, вырывание, отбивание, накрывание, перехват и взятие отскока. Техника передвижения в защите основной у нас здесь выделяется. Это стойка защитника. Есть две виды стойки защитника. Первая это стойка защитника. Называется параллельная стойка. Это применяется для опеки нападающего с мячом или без мяча вдали от щита. Это параллельно. Это когда обе ноги находятся на одной линии. Ноги обязательно должны быть полусогнуты. И вторая защитная стойка. Это вперед выстрелена ногой. Это может быть и правая нога, и левая нога. Она применяется при опеке игрока, владеющего мячом и предназначена для предотвращения броска. Ходьба, бег, прыжки, остановки, поворот. Это то же самое мы разбирали и в технике нападения. То же самое и оно применяется в защите. Техника владения мячом и противодействия. Это защитник, как должен играть против игрока с мячом. У игрока, нападающего с мячом, защитник может выбить этот мяч. Выбить мяч можно и сверху, ударив по мячу, и снизу ударив по мячу. Защитник может накрыть мяч. Накрывание мяча называется блокшот. Чтобы поставить защитник, он должен, оттолкнувшись одной ногой, выпрыгнуть и накрывать одной рукой мяч. Есть накрывание, может быть, и толчком двумя ногами. Когда от пола защитник отталкивается двумя ногами, выпрыгнув, накрывает этот мяч и не дает возможности игроку бросить мяч по кольцу. Есть перехват. Например, когда один игрок дает другому игроку передачу, то защитник может этот мяч перехватить. Есть вырывание мяча. Игрок с мячом стоит на месте. Игрок-защитник может этот мяч вырвать. Защитник одну руку кладет сверху, другую снизу и в свою сторону старается тянуть этот мяч, чтобы вырвать этот мяч у игрока нападающего, игрока с мячом. И взятие отскока. Защитник под своим кольцом борется за взятие отскока. И защитник, раньше нападающего под своим кольцом, должен выпрыгнуть и занять правильную позицию под кольцом и бороться за взятие отскока. Это у нас была техника игры. Теперь мы переходим на тактику игры. Тактика игры баскетбола — это раздел теории и практики, изучающий закономерность развития игры, способа и форма ведения спортивной борьбы и их рациональное применение против конкретного противника. Тактика игры делится на два больших раздела. Это тактика нападения и тактика защиты. Когда мы говорим о тактике, мы обязательно здесь и должны подчеркнуть технику, потому что техника игры и тактика игры взаимосвязаны. Если у игрока будет очень слабая техника, то просто будет невозможно играть. В технике у игрока должно быть огромное количество технических приемов, чтобы он во время игры мог их правильно и рационально использовать. Когда мы говорим тактику, мы подразумеваем применение тактических взаимодействий. Это применение различных комбинаций. Комбинация подразумевается заранее разученное взаимодействие, групповое и командное взаимодействие для того, чтобы одного игрока освободить для дальнейшей атаки по кольцу. При тактике игры мы обязательно здесь должны упомянуть функции игроков. Это значит, пять игроков основного состава. Это два игрока нападающих, два игрока крайне нападающих и центровой игрок. Два игрока защитника. Это игроки маленького роста. Они очень ловкие, очень скоростные игроки. И у них очень хорошее чувство мяча. Они очень хороший дриблинг используют. И у них дальние трехочковые броски точные бывают. Два крайних нападающих, они высокого роста. Есть, например, игроки на этой позиции играют. Ростом, например, 2 метра 5 сантиметров, 2 метра 10 сантиметров. Они высокого роста. Они очень техничные. Они очень хорошо завершают атаку под кольцом. И у них очень точные двух- и трехочковые броски. И пятый игрок – это центровой игрок, который самый высокий игрок. Есть игроки, которые 2,20-2,25 метра ростом. И играют на этой позиции. Они атлетически сложены. У них очень хороший прыжок. И они ближе играют к кольцу. Но есть такие игроки, например, центровые игроки. И они даже удаляются от кольца. И могут даже, например, с позиции трехочкового броска тоже бросить мяч по кольцу. Тактика нападения у нас делится на индивидуальные действия, на групповые действия и на командные действия. Индивидуальные действия в свою очередь делятся на действия игрока без мяча и действия игрока с мячом. К действиям игрока без мяча у нас относятся. Это выход для получения мяча и выход для отвлечения от мяча. Не всегда во время игры баскетболист играет с мячом. Игрок, который играет 40 минут, то есть который играет без замены, он всего лишь 3-4 минуты играет с мячом. Остальное время игрок играет без мяча. И вот в тактике нападения и индивидуальные действия игрока без мяча заключаются в том, чтобы освободиться от опеки защитника и выйти на свободное место для получения мяча. На свободное место можно, например, есть обманные движения, есть, например, обманные движения. Например, если игра идет на половине площадки, есть, например, игрок с мячом располагается на правой половине, то игрок команды должен освободиться от своего защитника, выйти на... освободиться от своего защитника и убежать от защитника, выйти там, на правую половину площадки, чтобы ему дали передачу. Для этого он использует обманные движения. Например, он толчком левой ноги делает движение в левую сторону, потом левую сторону ставит перед защитником, убегает от защитника. Это называется для получения мяча перед защитником. А есть, например, выход на получение мяча за забегание за защитник. Например, если игрок делает движение в сторону мяча, и затем он забегает за спину защитника, ему перебрасывают через защитника мяч, и он завершает свою атаку. Без мяча игрок, например, может использовать обманные движения. Например, есть поворот. Он может, например, отвлечь своего защитника, повернуться и убежать в сторону мяча. Это индивидуальное действие игрока без мяча. Индивидуальное действие игрока с мячом – это когда один нападающий играет с мячом против одного защитника. Здесь уже, конечно, идет розыгрыш мяча. Здесь может быть и ловля мяча, передача мяча, ведение мяча. Поэтому говорят, что техники и тактика взаимосвязаны. Вот если здесь, когда игрок один на один играет, если у него будет очень слабая техника игры, то обыграть этого защитника просто будет невозможно. Для обыграния защитника он должен использовать все технические приемы. И ведение мяча, и передача мяча, и бросок мяча. Например, переводы мяча с руки на руку, переводы мяча за спиной, переводы мяча между ногами, повороты. Финты использовать различные. Есть, например, финт на бросок. После получения мяча показал бросок, а потом дальше обыгрывает защитника. Опять-таки, все это зависит от его техники игры. Групповые действия у нас относятся к взаимодействию двух игроков и взаимодействию трех игроков. Два игрока. Есть передача мяча. Передай мяч и выходи. Заслон, наведение, пересечение двойка. Например, передай мяч и выходи. Что это означает? Когда два игрока. Это могут быть, например, и два крайних нападающих, и два защитника могут быть. Например, друг другу они передачу сделали, и потом один из них должен освободиться от опеки защитника, выйти на свободное место, и этот игрок второй дает ему передачу. Для этого, естественно, этот игрок должен опять использовать обманные движения. Два игрока в двойках, например, могут использовать заслоны. Суть заслона заключается в том, чтобы освободить игрока своей команды от опеки защитника. Заслоны могут быть передней, боковой и внутренней заслоны. Три вида заслона есть. Есть один, например, пример. Я приведу. Например, два игрока играют между собой. У игрока с мячом мяч, то игрок команды, этому игроку с мячом, у которого есть защитник, он его защитнику ставит заслон. Это может заслон быть и с левой стороны, и с правой стороны. Он закрывает этого защитника и освобождает игрока с мячом от опеки защитника. Вот это называется заслон. Взаимодействием трех игроков в тактике нападения относится упражнение треугольник, тройка, малая восьмерка, скрестный выход, сдвоенный заслон, наведение на двух игроков. Треугольник, например, это упражнение такое, что игроки там, в построении идет треугольник, игрок с мячом в середине находит, два других игрока находит, один слева, другой справа играет. И игрок с мячом дает передачу мяча, например, или в левую сторону, или в правую сторону. И дальше они через центрового игрока друг к другу передают мяч и завершают атаку. Если, например, в нападении будет численное преимущество, три игрока против двух защитников, то здесь надо быстро и четко передавать друг другу мяч, чтобы, ведь там три нападающие и два защитника, значит, два защитника не успевают за тремя нападающими, значит, один из нападающих остается свободным. Обязательно надо этого игрока использовать, здесь быстро и четко должна быть передача использована. В взаимодействии трех игроков, например, можно использовать упражнение тройка, это когда, опять-таки, построение идет в тройке, в треугольнике, игрок с мячом дает мяч, например, на правую сторону и дальше бежит, ставит игроку, который находится на левой половине площадки, этому игроку-защитнику ставит заслон, игрок с левой стороны открывается и ему дают передачу, он завершает атаку. Есть упражнение, например, называется «Малая восьмерка». В «Малой восьмерке» участвуют тоже всего три баскетболиста, и «Малой восьмерке» несколько раз подряд делают. И когда один игрок ведет мяч, например, с правой стороны, правой половины площадки ведет мяч правой рукой, то с левой стороны набегает игрок, берет этот мяч, прям с руки надо этот мяч, чтобы между этими двумя игроками не смог пройти защитник. И несколько раз они это упражнение делают, и один из игроков делает обманное движение в сторону ведения, а затем забегает за спину защитника, и ему дают передачу, и он завершает атаку. Упражнение есть, например, «Скрестный выход». Здесь в «Скрестном выходе» участвуют тоже три игрока, это групповые взаимодействия, и там обязательно участвует центровой игрок. «Скрестный выход» можно, например, по ходу игры использовать, а можно, например, после того, как мяч, например, вышел за пределы площадки, то с введением для того, чтобы ввести мяч в игру, тоже можно, например, начать с этой комбинации. Здесь участвует обязательно, еще раз говорю, что центровой игрок. Это может быть между двумя защитниками, например, два защитника и центровой игрок. Дается передача между этими игроками, следующая передача дается этому игроку, центровому игроку. Центровой игрок в этой данной ситуации располагается на линии штрафного броска. Следующая передача дается ему, и эти два игрока должны обязательно увести своих защитников. Один слева, другой справа наводит этих игроков на центрового игрока, и поэтому получать как крест образуется, называется «Скрестный выход». Здесь у игрока с мячом центрового есть варианты. Если один из игроков освобождает, он может дать ему передачу в правую сторону или передачу в левую сторону. Если передача не проходит, то игрок центровой сам с линии штрафного броска, используя поворот, бросает мяч в кольцо. Командное действие. Командное действие относится к стремительным нападениям и позиционным нападениям. Стремительный нападение – это быстрый прорыв. Быстрый прорыв осуществляется после того, как защитник под своим кольцом овладел мячом, и дальше эта защита начинает контратаку. Быстрый прорыв может быть, например, когда два игрока участвуют. Это одна длинная передача дается. Быстрый прорыв может быть, когда участвуют три игрока, там дается две передачи. Быстрый прорыв может быть по середине площадки или по краям площадки. Это зависит от того, от отскока мяча. Может быть, отскок мяча, например, в правую сторону, или отскок мяча в левую сторону, или отскок мяча прямо в середину площадки, и защитник или справа, или слева, или середины площадки взял. От этого уже начинается развитие, это стремительное нападение. Стремительное нападение – это три фазы. Это начало, развитие и завершение. Если быстрый прорыв не получается, то игроки переходят и играют позиционное нападение. И позиционное нападение здесь есть через центрового игрока, нападение без центрового игрока, когда в какой-либо комбинации, например, центровой игрок не участвует. Есть специальное нападение против зонной защиты, против прессинга, личного прессинга, против зонного прессинга. Это у нас тактика нападения. И тактика защиты тоже делится. Она делится на индивидуальные действия, групповые действия и командные действия. Действия, индивидуальные действия против игрока без мяча есть и против игрока с мячом есть. Против игрока без мяча действия, это значит, защитник должен противодействовать нападающим для выхода на свободное место. Не дать ему выйти на свободное место. Не дать ему, чтобы нападающий боролся за отскок мяча. Действия против игрока с мячом, это значит, противодействовать розыгрыше мяча, противодействовать атаке мяча. Не дать, чтобы игрок с мячом свободно передвигался по площадке. Групповым действием это взаимодействие двух и трех игроков. Это подстраховка, переключение, проскальзывание, групповый отбор. Например, групповым действием, когда два защитника. Например, если команда использует защиту, например, прессинг на половине площадки, то тут игрока с мячом опекают два защитника. И они настолько, эти защитники, агрессивно играют, что игрок с мячом не может ни видение использовать, ни передачу мяча дать. И он очень часто ошибается. Или же, когда при передаче мяча происходит перехват мяча, то тогда уже защитник, если перехватит этот мяч, они переходят в контратаку. И прессинг используется на половине площадки. И очень часто, когда игрок с мячом не может ни использовать ни видение, ни дать точную передачу, и смотришь, еще 8 секунд они не использовали. В течение 8 секунд, вы знаете, что баскетболист обязательно должен мяч перевести с одной половины площадки на другую. И именно когда защитник использует прессинг, очень часто идет нарушение этого правила. Есть, например, защита, командная защита, это когда система личной защиты используется, система зонной защиты используется, система смешанной защиты используется. Например, есть зонная защита, система зонной защиты есть. Например, есть система зонной защиты 1-2-2, 2-1-2, 3-2-2-3. Зонная защита, это такая защита, что у каждого игрока защиты находится свое конкретное место. И есть, например, мяч. Зонная защита используется на половине площадки. Если передача, например, с правой половины площадки дается на левую сторону площадки, то игрок не бежит на левую сторону, потому что там этого игрока будет встречать уже другой защитник. Поэтому эта система и называется зонной защиты, что у каждого игрока защита находится свое определенное место. С этого определенного места он на другой половине площадки, на другой сторону площадки не перемещается. Есть система смешанной защиты. Система смешанной защиты — это когда в одной игровой ситуации применяются две защиты. Например, на одной половине площадки применяется личная защита, и дальше переходят уже защитники на свою половину площадки и играет, например, какую-либо одну из систем зонной защиты. И последнее у нас — это методика обучения. Какие методики обучения, какие используются методы для обучения техники, тактики игры баскетболя. Это словесные методы, это наглядные методы. Словесные методы — это практически все стороны словесного метода, они связаны с использованием слова. Когда тренер, например, какой-то один технический прием начинает обучать, то он словесно объясняет, для чего нужен этот прием, как его надо правильно во время игры применять. Он словесно использует этот метод. И есть метод, например, наглядности, когда уже применять для создания зрительных, двигательных и других ощущений, восприятие об изучаемом упражнении в процессе технической, тактической, физической подготовки. Наглядный метод, например, можно использовать и, например, какие-то слайды показать, или, например, видеозаписи можно показать, игровые моменты можно показать. И еще тренер наглядно сам, например, взяв мяч, и может показать какой-то один технический прием. И упражнение надо обязательно начинать от простого к сложному. Все технические и тактические упражнения надо начинать делать вначале на месте. Дальше это упражнение чуть-чуть усложняет. Это значит, переходит к более сложным упражнениям. Или в одном, например, каком-то техническом приеме используются два технических приема. И дальше к более сложному, потом дальше в движении это все начинать делать. И закрепление изучаемых технических приемов уже происходит в учебной игре. На сегодня все. Спасибо за внимание.